Смотреть постоянно не обязательно, но если там начинает кто-то ехать туда-сюда как-то понять, раз в 10 секунд взгляд левое зеркало в общем делаешь. На попрыгунчиках желательно газулю отпустить, ладно? Все, давай. Туда смотреть надо долю секунды. Твоя задача научиться определять скорость, расстояние этих машин, обгоняют ли они тебя, несмотря долго в зеркало. Хопа! Поворотник включился, значит по-любому будет обгонять. Пока это очень легко меня все обгоняют. Скоро обгоняют, они и будут обгонять. Мы учебный автомобиль. Наша скорость рекомендуемая до 40. Все, не спеши. Впереди пешеходный переход. Люди ходят, внутри прошло. По кольцу поверни налево. Это куда? Это вот туда. Да. То есть, я могу сказать, на перекрестке поверни налево. Ты должна понять, что по кольцу ты двигаешься налево. Поворотники как включаются? Уже правый. Правый. Не спеши. Отпусти газулю. Нужно осмотреть дорогу. Можно заезжать? Можно. Нажимай на газулю. Левый поворотник включай. Все, едем. В центр кольца не заходишь, но и не нужно прижиматься сильно к бордюру. Не поймут, что мы делаем. Так, налево туда, да? Налево туда, да. Меняем поворотник. Не меняем. Все, уходим на крайнюю правую полосу. Правую. Правую. Идем. Не бойся, не бойся. Все нормально же? Что? Дальше. Мы поедем на перекрестке. Я промолчу. Куда? Не разгони машину. Значит, прямо. Дальше. Сейчас впереди будет знак какой-то. Вот и скажи мне, что мы должны будем стрелать сейчас. Это не ровно? Нет, следующий. А, прямо. Прямо вот знак. Прямо. А, главное дорога. Нет, следующий знак. Следующий. Стоп. Нет, вот знак. Какое весит движение по полосам? А, ну, направо. Только направо. А, нам прямо. А, перестраиваться? Ну, давай, перестраивайся. Свободно в зеркале? Свободно. Перестраивайся. Зачем газу отпустила? Грубая поворотник. Вы туда и сперва. Как только ступление из виды пропадет, мы должны стоять. То есть, уже притормаживаем. Все, стоим. Зашла первая. В России живешь. Здесь на первой все трогаются. Понятно? Объясняю. Да. Ну, секунд через пять. Ну, поехали. Все, вибрация. Хорош. Газа маловато было. Выше. Повыше. Да, побольше. Все, вторая зашла. Сцепление. Вторую. К себе и вниз. Сцепление плавно поднимай. Газ. Все, молодец. Тёма, 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 тёма. Да ладно, нормально. 20 км в час это нормальная скорость для них. Ладно? Обочную не цепляем аккуратно. Не цепляем. Нет, ты нормально едешь. Правый бок, кстати, плохо понимают. В зеркало глянь. Нам машина должна быть. Ну, пускай. Ты в зеркало вправое глянь. В каком расстоянии мы едем от обочины? Видишь? Близко. Близко. Пол спичного коробка мы едем. Нормально? Нормально. Конечно. Всё едет. Только здесь, видишь, ещё колейность добавляется. Волна, ручеёк, волна, ручеёк. Мы едем в ручейке. Вот в этих темах. Вот выходишь. Смотри, видишь? Уехала как. Ты даже не в зеркало это можно понять. Просто у тебя машина уже смещается. Сильно прям в край прижиматься не нужно. Это же правая пенуса. Твоя задача просто вперёд-смех. Вот опять, куда ты лезешь. Вот. Вот. В общем, сделай так, чтобы твоя левая нога ехала по вот этому ручейку. С левой стороны. Тут уже такая колея для правой колеса тоже, да, вроде? Да. Поэтому, запомни, лучше ехать в колее. Первое время. Ну, асфальтированной точно лучше в колее ехать. Поснежной лучше ехать на волне. Поснежной почему лучше в волне? Это глубокий снег, и фиг вылезешь из этой колеи. Она очень глубокая вода. А там же, наверное, сводится время в эту колею. Так поэтому нужно бороться с этим и стараться в неё не повариться. Иначе ты, иначе ты как на парильсах. Колея поворачиваешь, а ты поворачиваешь. Неважно, в какую сторону тебе руку повёрнешь. Спешишь. Спешишь. Ещё и видишь полосу, он так полирует. Как только начинаешь разгоняться, у тебя начинается погулывание. Понятно, идём? На светофору промалчу куда поедет? Угу. На обочину? Да. Бочно, на обочину. Сейчас здесь остановимся, ради бога. Хочешь? Реально, здесь в горку дрогань. Прикольно же будет. Уступить надо будет, и тронуться правильно надо будет. Так. Так. Вспоминай. Лёд это плохо, а сфальтно это хорошо. Так. Теперь по мне едет товарищ большой. Ещё один. Теперь. Теперь на обочину лезешь. Ну вот зачем это надо? Там были большие байки. Ну и что? Твоя задача. Смотри. Вот эта обочина сейчас замороженная, да? Она как асфальт, ну такой жесткий. Грубный. Но как только она растает, у тебя там колеса будут. Правая сторона завязнет. А левая сторона будет тебя толкать дальше. То есть тебя развернет, и он туда в морфюр и в забор отправит. Опять лезешь к обочине близко. Лед, говорю, это плохо. Плохо это лед. Едем вот по асфальту, чтобы всегда колеса были на асфальте. Убери правую руку, Суля. Правую. Иди на соседнюю четверто опять залезет. Вот. Ролим. Правую руку на роль. Левую убирай. Обе. Убери убирать? Нет, держать. Хорошо, давай убери оберу. Вот смотри, машина сама убери. Я прою. Машина сама всегда стремится ехать прямо. Ей надо, вот смотри, как я подругу еду. Видишь? Вот, я не вот так рулю, я вот прям вот, чуть-чуть. Ясно? Она сама стремится ехать ровно. Но в связи с особенностями дороги, рельефа, асфальта, перекаты, ямки, раковины, всякое, оно может смещаться. На светофоре поверни направо. Что надо сделать? С правой стороны прижаться, а не правая пара. Так, ну прижимайся, чуть правее. Горит какой сигнал? Красный. Красный. Ползем, 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 ползем. Ползи еще. Надо доползти до стоп-линии. Ее переезжать нельзя, раньше останавливаться можно. Так. Все, останавливался. Тормоз, сцепление, сцепление тормоза. Первое. Через 10 секунд загорится зеленый. Машина назад покатится. На тормозе сделала вибрацию. Делайте. Все, хорош. Отпускаешь тормоз. Газ пошел. Газ нет. Стоим, стоим. Аварийка, включай. Вот. Включай. Заводи машину. Тормоз держишь? Тормоз. Держи тормоз. Все, подожди. Лампочку смотрим. Мы еще смотрим на лампочку. Все, он красный горит. Все, стоим пока. Отключаешь аварийку. Мы на полигоне нажимали на педаль газа. Ты же слушала, как двигатель работает. Ты услышала, что ты нажала на педаль газа? Вот когда только что тронулась за клубом. Не услышала. А если не услышала, нажимай на педаль газа так, чтобы услышать, что ты нажимаешь. Чуть-чуть сильнее. Чуть-чуть сильнее. Не надо там. Просто чуть-чуть сильнее. Да? И вибрацию. Вот сделала вибрацию. Чуть-чуть надо приподнять. Чуть-чуть. Вот она бы у тебя поехала. Если было чуть-чуть больше газа просто. Понятно? Попытка номер два. Чуть-чуть там песня была. Попытка номер два. Помнишь? Вот здесь такая песня. Чуть-чуть забыла. Да, что-то там такое. Готовь вибрацию. Все, тормоз отпускай. Не бойся. Вот она у тебя начала двигаться. Газ добавила. Газа опять не было. Видишь? Только сцепление тронуло. Все, поворачиваем. Машина на первой скорости. Сильно ее не разгоняй. Все, ставь вторую. Теперь вторую сцепление. Ставь. Едем. Поворотник налево. Смотрим в левое зеркало. Можем? Нету шума. Хорошо. Вот когда можем, тогда будем выезжать. Нажимай на газу. Не нажимай. Чуть-чуть нажимаем. Сцепление зачем? Нажимаем. Сцепление нельзя выжимать в городе. Запомни просто так. Без толку это. У нас еще оконяет этот взятый раз познакомился. Нажимай на газу. Тут там тень обвиняет. Вырубай поворотник. Ну, конечно. Ему что ж, перестроиться надо? А это сильно нажимаешь. Запомни. Для чего нужно сцепление в городе? Три всего лишь. Момента, когда его надо нажать. Первый. Полностью остановиться. Спеши. Не спеши. Как они делают неправильно. Так делать нельзя. Притормаживать. Второе. Подними сцепление. Первый способ, для чего нужно сцепление. Остановиться полностью. Второе. Тронуться. Третье. Переключить передачу. Ты сейчас одной из этих троих дейсер что-нибудь делала? Можно еще раз? То есть тронуться, переключить передачу, чтобы было второй. Остановиться. Переключать передачу, чтобы было второй. остановиться, вот отпусти газулю, сцепление не трогай, нажми на тормоз, тормози, просто тормози, ну что, все, поехали, нужно сцепление, да ладно, зима впереди, газуешь сильно, зима впереди, тормози только тормозом и сцеплением, выжиманием, это только на полигоне будет работать, на 90 градусах, да, понятно, там это надо, потому что тяга слабенькая, здесь у тебя тяга, прям смотри, 30-40, ясно, точно, точно, что за линия разметки с правой стороны, слабая, с правой стороны, так, и что, что делать нельзя, нельзя ее пересекать, да, а почему, или в каких случаях можно, можно, если нужно уехать, да ладно, это побочина, движение по обочине в России запрещено, оно только служит для остановки и стоянки, включай поворотник, едем по кольцу направо, это куда, туда, у нас какая дорога, главная, едем, рано поворотник, вот ничего, да, ты с маневра не вышла, видишь, мы еще поворачиваем, вот здесь где-то надо включать, когда руль начинается, видишь, мы прям рядом, все, идем, куда ты гонишь, ну-ка на спидометр усмотреть, сколько? 40, за 2, да, дорогу держать еще не умеешь, ну гоняй, а? Нет, я согласен, машина, она летает, только низко, не в этом пока случайно, она рановата, права получишь потом, надо просто привыкнуть к скорости до 40, ездить медленно сложнее, чем ездить быстро, почему? Ну, не знаю, такой эффект случается, некоторым дорогу держать удобнее в 40, чем в 20, в 20 он вот так прям виляет, потому что смотрят неправильно, смотреть надо вот на расстояние, видишь, где белая машинка сейчас едет, и где вот газелька сейчас газельку едет, вот на такое расстояние надо смотреть, тогда и держать машину проще, когда уже, чем выше скорость, тем еще дальше взгляд должен уходить, но чем медленнее скорость, тем взгляд приближается, ну, фокус взглядом, так, ты смотришь вот на одну машину и понимаешь, это его траектория движения, маячок, но машины впереди не являются эталоном, не значит, что он есть в равене, если там сижу я, особенно, если там сидишь ты, точно, сильно не спешит, понятно, понятно, так будет с каждым, да, впереди перекресток, я молчу, прям, рано, идем, доезжаем, теперь впереди, видишь, колено стоит, нужно остановиться таким образом, чтобы видеть обязательно, где его задние колеса касаются земли, уже почти, вот здесь стоим, первая, вибрация, раз, сцепление дальше дернуло, зачем, мягче надо отпускать, а чтобы его отпускать мягче, нужно еще и пятку от земли отрывать, то есть нога вся должна работать, не просто вот так вот сидишь, ну, когда вторая зайдет, не просто вот так вот сидишь, ну, когда вторая зайдет, сцепление, видишь, пятку поднимаешь, вот и поднимай пятку, видишь, как плавно, запомни, трогаться правильно, чтобы машина правильно у тебя вибрацию, ты почувствовал и держал ее спокойно, нога должна висеть, не должна пятка касаться земли, ясно? ясно. 12-е вождение, первая в город, пятка земли касается на сухой, запомнила? запомнила, все не слышно. так, на перекрестке налево, это куда? нет, выключи поворотник, я не сказал поворотник, это куда? на Шевченко, да, правый поворотник, ну, как только заедешь на кольцо, сразу левый поворотник, нужно уступить дорогу, никого? левый, сильно в кольцо не лезем, ну, да, вот в бордюре, по краюшку, вот, вот, видишь разметку? разметка вдоль правого борта машины едет, это островок безопасности, на нем не стоять нельзя, ничего нельзя, едем, скорый зачем падает, меняешь поворотник, на правый, на правый, в следующий раз, в следующем вождении, расскажешь мне пункт правил, проезд перекресток, наизусть, поехали, что я тебе не говорил, куда поворотники включать, что ты их сама включала, запомни, что надо будет знать, потом в видосе прослушаешь, если что не забыли, не спеши, не спеши, там секундомер 10 секунд показывает, перекресток длиннющий, но успеем, не факт, что успеем, все, останавливаешься, останавливаешься, конечно, заморгал, моргающий светофор зеленый, запрещает проезд перекрестков, первое, гадим с правами, запоминать нужно научить, проезд перекрестков, расположение транспортного средства на дороге, учебная езда и знаки, 4 пункта, БДД, понятно, вот попробуй тормоз отпустить, отпусти, катится назад, чувствуешь, все, значит вибрацию делаешь, коленку, пятку не держи на земле, еще вибрации, где вибрации нет, вот вибрации, тормоз отпускай, нога висит, нажимай на газулю, сначала нажми, и добавь сцепление, видишь, как поехало, прелестно, ровно, ровно, сцепление, ну вторую ставь, сцепление, запомни, первая скорость, до 20 разгоняешься, не больше, без рывков, да, видишь, плавно тронулась машина, потому что пятка не на земле, ясно, да, вот тебе лайфхак, не спешишь, куда ты и спешишь, Оля, не спеши, пожалуйста, давай мы будем ездить, по правилам, медленно, медленно ездить, говорю, опять, трудно, ездить 30 всегда, хорошо, я понятно объясняю, да, какой сигнал горит? Красный. Красный, отпускаешь газулю, сцепление пока не трогай, начни нажимать на тормоз, начинай на тормоз нажимать, нажимай чуть-чуть, как только задергается, нажми на сцепление, чувствуешь дергается, выжимай, и полностью останавливаешься спокойненько, понятно так, первая зашла, все, все, поехали, машина у тебя не катится, а пятка где была в этот момент? вторая зашла, сцепление, на первой скорости, не надо много разгоняться, это не для того, чтобы разогнать машину, первая скорость, чтобы сдвинуть машину, все, потом всегда работает вторая, тридцать сказал, тридцать сказал, тридцать сказал, я ушла в себя, нет, я сейчас уйду в себя, ты должна вот туда вот пути, понимаешь, можем докатиться успеть, не газуй только, не газуй, и не газуй, не бегать, разточку, все, теперь поехали, а мы, может, очистили узелковую волну, а нет, для зеленой волны, надо 50, это грандованная скорость, да, мы половину проезжаем, обычно, а половины уже нет, там уже, видишь, красный загорающий, это когда трогаешься рывком, там датчик, все, надо что сделать, с сцеплением, тормозом, машина дергаться не начала, я не почувствовал, да, первая, а зачем ты сцепление подняла, стоим, заводи, первая, а зачем сцепление-то поднял, ты же останавливаешься, а? Не задавайте мне вопросов, пятку подними, только на земле, когда будешь пробиваться, раз, пятку поднимаем, вот, видишь, как хорошо, чувствуешь педаль, начинаешь чувствовать ее, вторая зашла, ставь, сильно не разгоняйся, все, хорошо, вот так, поднимаешься, все, притормаживаю, задергается, нажимаешь сцепление, а не задергается, поехали, поехали, вот, задергалась, надо было, ну, чтобы остановиться, надо лучше сцепление, тормоз добавить, то есть, при остановке сначала тормоз, когда задергалась, цепление, проговариваешься, хорошо, да у тебя вот будет, не спеши, не разгоняйся сильно, нам не пешеходы, интересно, нам интересно дальше знак, так, дальше знак, дальше знак, сейчас увидишь, так, вот там по полосы, по полосы, я молчу про направление, а я про, значит, перестраиваюсь, включай, пропускаем, и, все, едем, нажимай на газу, вырубай поворот, при перестроении, не обязательно же скорость вбрасываем, ты же их-то замедляешь, в этот момент получается, они-то едут, у тебя свободная кошка, простите, чуваки, меня не свистает, все, потихоньку, теперь давай, дальше, смотри, что образуется с правой стороны, дорога, которая вот, полоса появляется, поворотник, правое зеркало, нету никого, заходим, вырубай поворотник, идем, не сильно, не сильно, тихонечко, вот так вот идем, чуть-чуть подгазовываем, у тебя будет скорость 30, сейчас у тебя будет кольцо панорамы еще, оно такое, знаешь, в это время светит, ну, в это время светом субботу, все нормально, не проканает, как на тех кольцах, да, идем, так, нам направо, я никуда не пристраиваюсь, так, да, да, то есть запомнила, смотреть на знаки про направление движения, обязательное условие, он же молчит на экзамене, то есть ты самandash над мозгами, если ты сам andash над мозгами, видишь, тебе надо перестроиться, а что перестроиться правильно, есть еще на тот момент, там пропусти и дети, если что, прям останавливаешься, если тебя не пускают в ряд, остановилась, поворотником туда стоишь, когда тебя в ряд пустят, Не прешь по этой полосе, если тебе не по ней ехать. На перекрестку поверни налево. Что надо сделать? Налево? Ой, направо. Да, это я уже включу. Уже поворотник. Едем. Смотрим вот сюда. Нету? Заходишь на полосу. Ни богу. Поворотник выключила. Ты его сейчас включила для перестроения. Снова включай. Поворотник включай. Зачем тормозишь? Вон стоп-линия, как далеко. Поехали. Газ. Все. Уже притормаживаю. Задергается. Все, сцепление пошло. И остановилось. Первая нашла. Стоим. Вперед, когда катится, это тебе поможет тронуться. То есть не обязательно с вибра... Ну, тормоз держать, когда многое сам. Она у тебя начнет катиться. Много не играй с этим. Много лишнего поднимешь, забываешь. Наглядя вибрация. Пятка на весу. Все, молодец. Ворш. Ворш как хорошо. Все, сцепление выжало вторую. Сцепление второе. Идем. Вырубай поворотник. Сам. Не бойся только. Ничего не надо бояться. Что на кольцо-то буду делать? Дальше. Дальше быстрее. Пешеходка, управляемая светофором. Если светофор моргает, это что значит? Нерегулированная пешеходная пешеходка. Давай. По кольцу поедем. Если я молчу. Прямо. Но поворотник все равно правый. Подъезжаешь к кольцу с включенным правым поворотником. Все, не спеши уже. Поворотник левый. 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 Ты смотришь. Нету? Поехали. Нажимай на газу. Вдоль линии разметки. Левой стороной. И меняй поворотник. Идем. Не спеши только. И уходим с кольца. Честно говоря, скрипучу тебя не уступило. Кому? Да вот этому. Вырубай поворотник. Он тебе должен уступить. Я знаю, да. Все, идем. Если молчу, куда? Нет. Все, прямо давай. Возьми чуть-чуть на газу. Уже. Все, хорош. Впереди попрыгунчик. Вот так, видишь? Я чуть-чуть вижу. Все, сбрасывай. Если сюда не в образ. До 30 пойдет. Вот так. Чуть ниже стрелка 30. О, вот так. До 20 особо не доводи уж. Остановишься же. Молчу, куда едем. Прямо. До кольца. Не разгоняйся. Не разгоняйся. Ну, красный кольцо. Плюс впереди учебка. Не факт, что он тут. Привет. Привет. Наши в городе. Нет, не наша учебка. Я знаю. Ты просто. Ты. Ой, оригинально. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Москву. Добро пожаловать в Москву.